коллеги приветствую я александр молчанов и каждый кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях получит сегодня подарок от вселенной также я напоминаю что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской если вы хотите научиться писать сценарий если вы хотите стать профессиональным сценаристом то проходите по ссылке в описании подайте заявку и займите место на курсе пока его не занял кто-то другой а тем временем если вы видите нас если вы смотрите нас прямом эфире времени сейчас 1156 сейчас я закреплю закреплю наш эфир с вами и если вы меня видите и слышите то напишите пожалуйста в чате что вы меня видите и слышите так ну что ж как вам игралось в течение этой недели как впечатление удалось ли кайфануть самое главное удалось ли видеть чужие игры удалось ли быть счастливыми в своих играх или попробовать быть счастливыми в чужих играх во всю окей я специально чуть чуть пораньше вышел для того чтобы люди заходили на страницу и видели сразу же трансляцию так поиграла в здорового человека поигралась весело хорошо он удалось всего понемногу перед походом зубном очень боялась потом представила что я акула у меня мощные зубы в два ряда и нормально сходила классно чужие игры был любопытно наблюдать было да да это прям отлично на самом деле когда ты видишь чужую игру ты понимаешь правила да и у тебя есть выбор принять эту игру поиграть в эту игру до и или уйти из этой игры да то есть появляется свобода действий да то есть ты не просто несешься по течению да ты четко видишь как да что происходит и понимаешь что дело да то есть ты понимаешь если ты хочешь вот этого нужно сделать вот это да то есть ты принимаешь эту игру дату надо понять какие правила и эти правила соблюдать если например не нравится эта игра да то соответственно надо найти способ от этой игры уклониться так вопрос как искать предыдущие видео на странице вот заходите на саму страницу мою вот эту александр молчанов и находите раздел видео кликайте на нее и там находите все все предыдущие видео лежат так у меня вообще есть желание конечно короткие видео позаписывать потому что куча тем таких которые не ну их сложно развернуть в большой урок в полутора часовой а вот в короткое видео в две-три там 5-7 минут нормально они укладываются тем просто мыслей огромное количество которые которые сейчас мне хотелось бы каким-то образом зафиксировать по крайней мере так окей хорошо 1159 да еще последние два момента значит первый момент друзья еще раз напоминаю что в новогодние праздники мы с вами будем с теми из вас кто захочет будем проходить самодисциплину для писателей сценаристов ну естественно я так говорю для писателей сценаристов по большому счету всем творческим людям можно участвовать единственно что там как измерять да то есть если вы художник да у писателя все просто там страницу написал да и уже уже измерил как измерить работу художника это на ваше усмотрение вот и с 1 по 10 она будет проходить каждый день в 12 часов по москве в 12 часов до в полдень не в полночи будут проходить эфиры это все всегда весело контентно интересно по кайфу мы там обливаемся ледяной водой делаем пробежки бегаем вокруг вокруг дома и это все очень прикольно очень очень люблю этот тренинг сам его всегда с удовольствием прохожу и да и соответственно онлайн курс сценарий полнометражного фильма по-прежнему напоминаю что набор идет полным ходом там народ уже заявки летят только в так значит друзья сегодня мы с вами будем говорить о хвостах и я уже проводил занятие на эту тему год назад на практической магии и вот это тот самый случай когда я хочу повторить это занятие поскольку она очень важна и вообще вот эта тема хвостов она на мой взгляд заслуживает того чтобы это упражнение с хвостами заслуживает того чтобы делать его каждый год в конце года можно делать и чаще да можно делать раз в месяц раз в неделю раз в день можно рубить хвосты но по большому счету но хотя бы то раз в год надо обязательно эту штуку сделать и так что такое хвост я всегда как вы знаете да я человек системный да я всегда начинаю начинаю со словаря вот хвост по латыни кауда в сравнительной анатомии это отдел сегментированного тела которые располагаются позади анального отверстия и не содержит кишечника не содержит кишечника наличие хвоста в смысле принятого определения характерно только для форма вот кстати что интересно я задумался там начал углубляться в эту тему хвостов да и задумался о том что а вот змея например да у них голова а все остальное все остальное в теле хвост но не содержит кишечника все остальное у змеи кишечник как раз таки содержит соответственно хвостом змеи очевидно является не та часть которая от головы и до кончика хвоста а только та часть которая от анального отверстия и до соответственно кончика хвоста вот живите теперь с этой мыслью теперь давайте подумаем зачем нужен хвост вот напишите пожалуйста в комментариях как вам кажется зачем нужен хвост если бы у вас был хвост то какой бы он был чтобы им вилять балансир так код для равновесия руль хорошо для управления некоторым для баланса для баланса держать равновесие рулить вилять от удовольствия отбросить если мешает показать показатель твоей настроенности хороший очень вариант внешнему миру очень нравится версия правильно управлять движением сигналы дергать за него так чтобы пора было видимо чтобы попа была в безопасности имеется ввиду чувствовать кто сзади приветствовать обернуться и согреться лазать по деревьям для теплоты укрываться животным часто для отталкивания от поверхности ну да разумеется до кенгуру например они прыгают с помощью хвоста балансировать для красоты вот отличная версия сейчас мы об этом поговорим балансировать и рулить для демонстрации чего-то гоняться за ним да вот отбиваться от мух заметать следы видимо здесь имеется ввиду дополнительная сила запасы на тяжелые условия так руль заметать следы отлично очень хорошо да у рыб и у водных животных например у китов хвост это что такое да это орган движения ним отталкиваются от воды двигаются у наземных животных у некоторых хвост тоже играет роль при движении да он или орган опоры если животные двигаться на задних конечностях да как кенгуру да например две конечности и хвост он на хвост операции и прыгать у лазящих животных например у обезьян хвост является хватательным они используют его в качестве пятой руки для того чтобы цепляться за ветку хорошо передавайте так смотрим вот есть животные у которых хвосты функций такой прагматичные функции ними например у павлина или у лисы вот как вам кажется вот лиса ничего не цепляется этим хвостом есть даже замечательная сказка о том как лиса поругалась со своим хвостом и выставила его из норы и охотники ее за этот хвост вытащи на очень мудрая сказка вот зачем хвост павлину или лисе как вам кажется не имеющий никакой никакого прагматического смысла для брачных игр для воротника ну полагаю что лиса не использует хвост в качестве воротника привлечения внимания брачные игры у павлина и прочих птиц для красоты совершенно верно да лисе хвост помогает лавировать павлин привлекает самок для сексуальности до обмануть про размеры да тоже хорошая версия самку привлекать совершенно верно да вы все совершенно правы то есть что такое красота если оттолкнуться от понятия красоты как золотое сечение да и так далее так далее зачем вообще нужна красота живому существу на для чего для того чтобы демонстрировать эту красоту противоположному полу и что именно эта красота демонстрирует она что показывает она показывает что я настолько здоров что даже при наличии такого огромного и делающего меня уязвимым для хищников хвоста я все равно до сих пор жив да то есть я настолько силен что могу позволить себе быть красивым потому что я достиг брачного возраста я до сих пор жив да то есть условно говоря если в деревне парень разодет как не знаю не хиппи да а какой-нибудь вот разукрашенный разукрашенный такой хипстер да с розовыми волосами накрашенными ногтями серьгой пирсингом и так далее так далее да вот для того чтобы выжить в таком окружении ему надо помимо того чтобы быть красивым да чтобы ему его не 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 разбили это его прекрасное лицо не не сорвали сережки да не него не остригли волосы да для этого ему нужно быть очень сильным да и вот то же самое с павлином в дикой природе то же самое с лесу да то есть я настолько силен что могу позволить себе быть красивым а не только сильным и раз так то что я говорю значит со мной у тебя будет отличное потомство то есть если у вас теперь давайте да мы понимаем прекрасно что мы не не о хвостах сегодня говорим да это некая такая развернутая метафора если у вас много ресурса то есть если вы сильный вы можете позволить себе иметь большой хвост или вы можете позволить себе иметь много хвостов если у вас мало ресурса то вы не можете позволить себе иметь много хвостов или мало хвостов соответственно если вам нужен ресурс то самый простой и быстрый способ его добыть это отрубить какой-нибудь хвост на как ящерица сбрасывает хвост если его за ее за этот хвост схватить да то есть она не может вас потащить да если там маленькая ящерица это если это небольшой крокодил да она не может потащить вас за собой и соответственно она сбрасывает хвост и убегает насколько понятно эта мысль или если что-то непонятно то задайте вопрос чтобы не разбили его прекрасное лицо литературный перевод с народного да я как раз таки был вот таким колхозным колхозным хипстером да и соответственно и серьга у меня была в ухе до сих пор дырка осталась до с четырнадцать тринадцати лет вот я с такой по колхозу ходил с такой серьгой и слушал какой-нибудь там deep purple в магнитофоне да ну естественно каждый встречный пытался разбить мне лицо типа франта да франк совершенно верно так понятно хорошо идем дальше теперь что такое в нашей ситуации хвост да то есть это какое-то начатое дело какой-то начатый проект который мы запустили и он не дает нам отдачи да и мы понимаем что он тянет из нас столько ресурса что проще закрыть этот проект нежели тащить его дальше да и мы сознательно принимаем решение о том что какие проекты для нас приоритетную да какие хвосты мы готовы дальше тащить а какие хвосты мы тащить дальше не готовы вот например вот этот проект до наш с вами проекта он в каком-то смысле естественно является хвостом потому что он требует большого количества и внимания и энергии да но у меня энергии достаточно для того чтобы этот проект тащить а какие-то другие проекты я могу там они для меня менее приоритетные я их могу закрыть и хлопать да то есть вот есть если есть какой-то проект который вы чувствуете что он вам ничего не дает кроме затрат энергии то в принципе можно принять сознательное решение о том что этот проект можно закрыть и это дает огромный скачок энергии что это может быть проект до отношения до отношения в час тоже я буду стараться очень осторожно говорить да потому что как я всегда оговариваюсь да что я не являюсь семейным психологом да и не надо никакие мои советы экстраполировать на семейные отношения чтобы не было такого что мне кто-то придет и скажет моя жена послушала ваш вебинар и решила со мной развестись да давайте мы на семейную жизнь это экстраполировать не будем она есть какие-то отношения какая-то дружба да или что то что вы считаете дружбой да или какие-то взаимодействия с каким-то человеком которые вы чувствуете что тянут из вас энергию да а никакого адекватного возмещения не приносят и никакой перспективы этого адекватного возмещения тоже не просматривается соответственно эти отношения есть смысл прекратить не устроить вот здесь очень важно да что давайте я вот скажу человеку все что я о нем думаю как он мне он не надоел и так далее так далее да и после этого вы три дня с этим человеком ругаетесь это вас еще сильнее выматывает после этого вы чувствуете себя неловко извиняетесь перед человеком да и обратно в эти отношения идете не устроить бесконечный срач с выяснением отношений а по-тихому прекратить постепенно незаметно мы все на самом деле прекрасно знаем что нужно сделать а главное что не нужно делать для того чтобы был вот этот какой-то срач и скандал а для того чтобы просто по-тихому осторожно выйти мягко вдруг человек обнаруживает что он не может до вас дозвониться да и не может вам ничего написать да и все и вы вам не надо как вы вышли из этих отношений да если вдруг человек достучался до вас да вы так не могу сейчас и уклоняйтесь просто уклоняйтесь то есть не разборку устраивайте а делаете то что поможет вам без лишних потерь энергии выйти из отношений мне случалось так очень такие многолетние дружбы прекращать когда я чувствовал что они превращаются в хвост дальше с книгами бывает такая фигня когда читаешь какую-нибудь книгу и уже все тебя понятно с этой книгой и понимаешь что ничего она тебе не дает до что это не твоя книга не для тебя написан и понимаешь что вот еще надо потратить там сколько-то часов времени и грызешь грызешь прогрызаешь ну ну как же так ну нельзя же такое чтобы я не читал эту книгу ну у меня есть книги есть фильмы которые я не видел да под хотя в принципе да я наверное должен все фильмы вроде бы видеть в мире да но есть фильмы и известные и важные фильмы которые ну вот по каким-то причинам я не видел есть книги которые я не читал да важные книги в истории литературы да потому что ну нельзя охватить все и поэтому да вот если вдруг вы столкнулись с такой книгой да значит нужно либо принять решение сознательно я сажусь и дочитываю эту книгу да и все и она у меня не лежит да она мука книга может пять лет лежать и тянуть из вас энергию да то есть пятилетний такой хвост соответственно либо дочитать и избавиться от нее до либо прекратить чтение да то есть признать принять сознательное решение о том что я эту книгу дочитывать не буду и от нее избавиться бывает в таких случаях я предлагаю радикальное решение в такую в такой ситуации она его не все принимают что если вы чувствуете что не хотите читать дальше книгу да значит надо не читать надо остановить это чтение и надо от книги избавиться то есть она не должна быть у вас в библиотеке и если через какое-то время вы вдруг такое бывает не умеет ждать вдруг вы поймете что нет все таки там же было что-то важное в этой книге вам надо ее обязательно дочитать вы ее купите еще раз и тогда уже точно вы ее дочитаете да то есть если вот этот барьер вторичные покупки перевешивать да то есть здесь всегда просто сложно принять решение сложно вот к себе прислушиваться да и сложно понять так все таки я хочу ее дочитать или нет да вот как только вы понимаете что вы там тысячу рублей выкинули в пустую вам сейчас надо еще раз эти тысячу рублей выкинуть да и вы понимаете так готов я заплатить за книгу двойную цену до готов например платить и покупайте и уже тогда у вас импульс тяготение к этой книге будет такой что вы уже точно ее дочитаете да или например понимаете о нет все опять она будет лежать нет я опять ее не дочитают все и уже считаете ее отрубленным хвостом и больше мне не возвращайтесь дальше сериал тоже такое бывает смотришь какой-то сериал и вдруг застреваешь на какой-нибудь на 3 7 на 2 7 застреваешь и он лежит у тебя в этой папке сериал лежит смотришь и думаешь блин ну вот когда-нибудь я долгими зимними вечерами сяду и посмотрю потом смотришь в эту папку и понимаешь что он у тебя уже четыре года там лежит но у меня такого нет я очень быстро избавляюсь да поэтому сериал удалить не досматривая на то есть либо сесть и досмотреть либо удалить захочется снова снова скачайте и снова посмотрите да то есть если появится все таки если почувствуете что все таки надо вернуться к нему да а сейчас мгновенно обрубить дальше следующее важное важный момент который дает который как раз таки касается финансов и который дает очень очень мощную мощный финансовый толчок выплатить долг да то есть если вы кому-нибудь должны да мы долг выплачивать стараемся выплачивать вперед если например не получается да мне недостаточно финансов да то мы долг реструктурируем да то есть мы договариваемся с человеком да то есть мы не бегаем от человека и не глядя ему в глаза да когда встречаемся да я когда-нибудь выплачу да то есть мы встречаемся и говорим так вот я тебе должен такую сумму денег да сейчас я не могу да давай составим план погашения долга допустим там через три месяца я тебе выплачу столько-то еще через три месяца выплачу столько-то еще через три месяца выплачу столько-то и составляйте реальный план реструктуризации вашего долга да и после этого вы вам уже не надо от человека бегать а у вас есть план и вы поэтому вам надо просто этому плану следует теперь что касается дебиторской задолженности скажите так друзья есть ли у вас кто-то кто должен вам деньги ли либо что-то что вот человек человек вам должен год назад приехав домой взяла четырехтомник дозора в библиотеке очень люблю но лежит и реально как хвост ну избавьтесь от него от этого хвоста ну чтобы он не лежал то есть он вы каждый раз когда мимо них проходите вы теряете энергию с каждым взглядом смотрите на него и и вы потеряли какое-то количество ну избавьтесь от них если вдруг вы поймете что нет все таки хочу дозор и прочитать либо скачать и либо еще раз купите либо там возьмете в библиотеке еще раз сходите и возьмите так у змеи не все хвост так я вам об этом и сказал что в змеи не все хвост именно ровно то что я вам сказал так носки я никак не могу довязать либо садитесь и довязывайте до либо принимайте решение что все я больше этим с этими носками покончим вот смотрите светлана пишет мне кажется что в отношениях лучше сказать об этом прямо потому что этот период пока человек еще не понял что с ним порвали тоже энергию тянет хотя может это у меня как излишне ответственно вот сейчас мы с вами немножко теоретическую ситуацию обсуждаем да то есть здесь надо смотреть на конкретные отношения на конкретного человека да то есть с кем-то кому-то и с кем-то лучше сказать прямо то есть ну я бы сказал лучше ну конечно я лучше прямо сказал в лоб да а есть ситуации когда лучше потихонечку потихонечку огородами огородами выйти и больше не появляться хотя у меня тоже есть люди с которыми вот особенность там в последнее время да когда ты видишь что у человека голова взрывается да и он начинает что-нибудь там очевидно очевидно какие-то такие неправильные вещи писать да то просто я баню человека и больше больше на связь не выходят так просто проблема бывает такая то есть возникает новая проблема да то есть человек начинает бесконечно выяснять с вами отношения почему ты мной пренебрегаешь да и в итоге все усугубляется поэтому надо искать способ сделать так чтобы эти отношения остановились до чтобы они не продолжались потому что бывает так что вы уже не общаетесь да но продолжайте с человеком какие-то отношения выяснять спустя годы так есть вот есть есть должники да вот смотрите по поводу должников это тоже хвост то есть мы с вами говорили по поводу долгов и вот если у вас по-прежнему да есть какие какая-то ситуация с долгами да что вам кто-то должен нужно либо добиться опять же такой реструктуризации до чтобы человек четко определил когда и как он будет вам этот долг выплачивать до либо он чтобы он вам его выплатил либо деньгами либо какими-то услугой либо четко проговорить и определить до что вы этому человеку долг прощаете и неважно при этом сообщаете вы должнику или нет да потому что очень часто такое сообщение что вы говорите человеку так вот ты мне должен был 100 тысяч все я тебе прощаю виденов больше я не тебе не звонить не напоминать не буду вот живи дальше с этим с тем что с тем что эти 100 тысяч и подарил вот просто очень часто такое сообщение она вместо закрытия долга она этот долг актуализирует а то есть здесь важно чтобы вы для себя четко понимали что вы этих денег больше не ждете что вы знаете что этих денег больше просто нет что вы их не получите с этого человека а если человек вам он же не хочет принимать от вас такое одолжение естественно ночью да нет да я выплачу да вот я на следующей неделе получу и вот есть как только у вас надежда возникла до что вы его взыщите да вы сразу же он у вас превращается да а для человека это очень удобная ситуация что он вам должен и и не отдает да и он опять и через неделю пропадет и через месяц пропадет да и так да и будет будет поддерживать поддерживать это это этот хвост и вы так и будете туда сливать энергии то есть все это отрезаем все долги если у вас есть кто-то кто вам должен вот прям сделайте такую штуку либо в защите этот долг либо четко определите когда и как ретри структурируйте до определите когда будет возврат либо примите решение что вы эти деньги больше не ждете можно даже не говорить человеку который тоже надо смотреть какие у вас отношения да можно сказать можно не говорить что все эта тема закрыта дальше следующее сделать какое-то неприятное дело которое давно нужно было сделать и которые вы постоянно откладывать это тоже хвост например надо сказать надо зубы вылечить чаще всего связанные со здоровьем какие-то вещи вот давайте так ребят у кого есть какие-то не вылеченные зубы не вылечены вот что-то да что надо сделать да со здоровьем как эта проблема она беспокоит но в общем не особо беспокоит надо бы сходить провериться но вот все никак не не сходишь и не проверишься да это тоже хвост дело какой-нибудь надо какой-нибудь отчет какую-нибудь налоговую написать надо какой-нибудь что-то документ надо какой-нибудь получить часто с недвижимостью такие вещи да вот они висят и висят вот у меня например много много лет я собирался написать завещание понимаете да что это достаточно сам сама по себе процедура неприятная да но мне надо определить да и я помирать вроде как не собираюсь да но тем не менее у меня много разной собственности у меня большое число наследников и соответственно да с ними надо разобраться и определенным образом распределить доли плюс помимо материального наследствия есть авторские права и так далее так далее да надо мастерской кто-то занимался если со мной что-то случится да и вот соответственно это тянулось тянулось да я там несколько лет собирался да и опять в какой-то момент я принял решение что все надо это сделать вот мобилизацию когда объявили вот и я понял что в общем то ну как бы я не подхожу но почему бы и нет но может и случиться такое что меня призовут соответственно надо написать завещать а вот сходил написал завещать так хвосты по здоровью зрение зубы чаще всего зубы чаще всего с зубами люди да они как бы она болит и вот она висит 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 да и как-то мы все не сходим и не сходим так вот сходите ребят вот неделю посвятите это у нас 12 число да еще до нового года то вполне можно сходить так незаконченные курсы опять же либо закончить курс да то есть дослушать лекции выполнить задание до дойти до конца либо принять для себя решение что все это как бы ну слитые деньги да не результат по вашей вине не получен да потому что вы не прошли до либо либо по вине автора курса да что он что-то плохо сделал вас не смог заинтересовать довести вас до конца да и соответственно ну тоже опыт да незаконченный курс тоже опыт мне случалось не заканчивать курсы нормальная вполне вполне нормальной ситуации так есть не вылеченное что-то ну вот соответственно да мы можем не не углубляться в нюансы да важно важен прицеп так прямо прямо как знала пошла книгу в библиотеку отдала хорошая книга но несколько месяцев лежала сходил к сам стоматологу вот как же не охота в больницу естественно не охота никогда не охота да то есть вот и понимаете вот если вы знаете что вам надо будет сходить в больницу и сделать что-то надо там сходить и купить какую-то вещь до сапоги там какие-то новые надо купить да и если есть люди для которых это там радость для меня это там штаны купить это просто проблема да то есть жена меня тащит а я упираюсь и сопротивляюсь до соответственно но это надо сделать да соответственно но это хвост сходили сделали хвост отрублен а пока она висит она так и висит не сделанным делом так ровно за час до урока начала рубить длинный хвост писать письма по базе так в детстве была игра 16 обломи совпадать с темой урока две недели как занимаюсь этим хвостом уже финальное обследование так коронку надо ставить так есть только недочитанные книги опять же друзья вполне может быть что у вас найдутся только да то есть наша задача сейчас в течение этой недели провести ревизию хвостов и они могут быть большие хвосты могут быть маленькие хвосты самое интересное что размер хвоста он вообще никак не зависит от количества энергии которую он тянет вернее количество энергии не зависит от размера хвоста может быть когда мелочь которая решается вот за за одну секунду до а энергия он тянет просто живет сколько там огромное количество да вот регистрацию надо сделать до нового года да вот вполне может быть что это нужно начать докончить да то есть сходите два часа там где-то в кабинете в каком-то провести да а вы из из каждый день себе напоминает вот надо сделать здесь сразу же настроение испортились вспомнили и сразу да сразу энергия на нуле не могу сходить в больницу маленьких детей не с кем оставить друзья мои вот смотрите давайте мы вот вот этой конкретикой заниматься не будет да ну значит соответственно нужно найти кого-то кто там посидит с вашими детьми в это время да то есть ну каков вопрос таков ответ да то есть проблема значит надо найти какое-то решение если не можете найти одно решение найдите 10 решений да то есть вот сядьте и напишите список из того какими 10 10 способами вы можете решить эту проблему взять детей с собой до найти кого-то кто с ними посидит а и так далее и так далее так списки из фильмов и книг которые собираюсь смотреть читать но так руки не доходят тоже под нож до разумеется то есть я очень люблю смотреть кино по спискам читать книги по спискам я смотрел весь список спилберга смотрел там гиковский список и так далее так далее да то есть я очень люблю взять порой список фильмов в 100 в 150 отсмотреть за год но это работает только в том случае если вы смотрите да то есть если вы посмотрели фильм вычеркнули посмотрели вычеркнули да то есть вы по сути это такие маленькие хвостики которые вы каждый день рубите а если у вас просто лежит 100 фильмов в папке посмотреть да и вы периодически вспоминайте про них заходите вздыхаете думаете ну вот когда-нибудь долгими зимними вечерами я сяду и все-таки эти все фильмы посмотрю в этом случае но это хвост который тянет тянет энергию так книгу нужно написать агбата конечно же книгу нужно дописать я же я жду вот через когда когда у нас с 20 какого-то 27 через две недели у нас с вами финальный финальный вебинар на курсе роман так вася хвоста английский сам отвалился да у нас у всех отвалился английский внезапно нет на самом деле нам нам даже нью-йоркер начали снова привозить английский у нас не отвалился как раз вчера выписала все свои невыполненные дела и начала их срочно закрывать некоторые удалять раз и навсегда то есть смотрите важно вот самое главное самое главное мысль которую вот если вы ее сегодня как бы вот зафиксируйте этого этого уже достаточно что для того чтобы срезать срезать хвост не всегда его нужно выполнить да то есть иногда для того чтобы его срезать нужно просто сказать я не буду это делать то есть вот я принимаю решение да что то есть сесть и дочитать книгу это отрезать хвост до принять решение что я не буду читать эту бесконечную шутку тысячестраничную да все окей можете не читать никто вас ну как бы это нормально совершенно хотите дочитывайте хотите не дочитывайте на то есть это ваше личное решение и она работает точно так же да то есть если вы принимаете решение но в этом случае нужно ее из поля зрения убрать эту не так недочитанную книгу или или не сделанное дело и и раз она всегда решить что все я его не делаю не актуальны актуризировать его снова так в этом году на курсе телесериал за неделю обрубила хвост решила не писать книгу с которой восемь лет носилась начала просто новые мне стало хорошо да тоже нормальная ситуация вот это сюжет и очень часто тоже бывает писатель носится с каким-то сюжетом носится даже очень большие сюжет писатели и очень хорошие сюжеты бывают носятся годами десятилетиями да а вот не нет нету этой книги да то есть она не вы не можете написать ту книгу которой нет на вот лев толстой всю жизнь мечтал написать книгу про петра первого да и много лет с этой идеей носился да и в какой-то момент он понял все про петра я писать книгу не буду и и все и очень хорошо себя почувствовал после написал огромное количество других книг на другие темы а про петра первого написал следующий толстой уже уже в советское время почему это произошло ну потому что в 19 веке эта книга еще была не готова еще не понятно было с петром первым ничего а вот к середине двадцатого века уже что-то мы что-то стали стали мы осмыслять по поводу петра первого и вот оказалось возможным ее написать поэтому может быть вот эта ваша книга да с которой вы восемь лет носились это просто не ваша книга но или время для нее не пришло пусть кто-то другой напишет мог через какое-то время будьте щедры в этом смысле так чувствую себя рыцарем рубящим хвосты дракону они отрастают и отрастают когда-нибудь я победю его зачем нет задачи его побеждать ну это жизнь да то если вы его победите они перестанут отрастать вы умрете это и есть жизнь понимаю что много хвостов собралось заношу их в трелла помогает когда визуально на доске висят список составить тоже вполне вполне нормально так будет ли еще курс по роману ребят это все в марте мы будем набирать сейчас мы набираем полный метр а потом после полного метра будем сам по 1 марта мы набор ночью у меня есть хвост пойти курс а молча ну вот он прямо сейчас набор открыт вперед так если список не оттягивают не оттягивает энергию обращаюсь к нему редко ну значит нет этого хвоста нет запроса на то чтобы сделать это дело так хорошо окей что еще может быть вот неприятное дело которое нужно сделать вы откладываете да или делайте его или принимаете решение что вы его не не делать что еще я советую сделать перед новым годом посмотреть на свой гардероб тоже выберите какое-то время желательно вот на этой неделе и пересмотрите свой гардероб и отберите те вещи которые вы в течение этого года ни разу не надевали очень часто так бывает покупаешь какую-нибудь дорогущую дубленку и думаешь блин вот я буду в этой дубленке ходить а потом проходит три года вы натыкаетесь на эту дубленку если еще и еще море не съела смотрите и такую блин у меня же есть вот такая классная дубленка ну соответственно если вы за и за за год их ни разу не надевали эту дубленку или этот свитер или эти штаны или эти туфли соответственно высока вероятность что вы не наденете их скорее всего никогда и ну и если это не какое-то одежда на случай да например свадебное платье вполне может быть что вы в следующем году да вы замуж не выйдете а в позаследующем может быть выйдете кто его знает поэтому пусть лежит запас свадебное платье да и или траурные костюмы да опять же не надевал но не надевал до эффекта сне и пусть висит но вот если это вещи для какой-то такой повседневной носки да вы ее ни разу не надевали лучше от нее избавиться либо продать ее либо выкинуть и соответственно что во первых сразу же появляется энергия да во вторых сразу же появляется место в третьих сразу же возникает желание что-то купить но у меня есть часы такие то есть когда которые допустим хорошие часы нормальные часы да ну вот почему-то по какой-то причине я их не ношу и сейчас хочу хочу избавиться по одним часам принято решение о том что я я от них буду избавляться хорошие часы классные но вот в два года лежат я их ни разу не надевал дальше что еще какой сделать себе какой-то подарок который давно хотели сделать но все время откладывать например я вот прям весь этот год откладывал сходить на массаж то есть вот ну и и я прям помню что надо сходить или в баню надо сходить чтобы хорошо веником попарили или на массаж надо сходить и вот подарок себе да и такой а когда в последний раз был на массаже года четыре наверно назад и я такой нет вот надо сделать в этом в этом году надо обязательно сходить на массаж вот и тут я так хвосты рубим хвосты да то есть и я принял решение так вот все вот значит тут вот таня мужицкой там советует какой-то самый системный массаж вот я записался вот я пойду на этой неделе все по крайне по крайней мере я уже записался то есть не он не отвертишься уже то есть что такое подарок себе это долг перед самим собой то есть вы относительно себя до себе дали какое-то обещание что я свожу себя на массаж и у вас сразу же возник долг и каждый раз когда вы об этом вспоминаете у вас кусочек энергии оттягивается да то есть это становится в то есть из подарка который должен дать энергию это превращается в хвост который у вас энергию тянет вот такие хвост то есть это хвост это надо ликвидировать то есть если есть какой-то подарок который вы хотели себе сделать но все время откладывали то соответственно настало время и этот подарок себе сделать если у вас какие-то подарки которые вы себе прям хотели сделать но все время откладывать напишите в чате так как раз отдала книги выходные и браслетная икона я на к ярмарке так очень забавно пошла в гардеробную и думаю пока слушаю после просмотрю гардероб интересно как так получилось какое забавное совпадение так почистили весь свой гардероб при переезде раздали нуждающиеся ну и соответственно да то есть у нас тоже есть отработана эта система да мы периодически чистим гардероб избавляемся отправляем нас там куча родственников которым мы это все посылками отправляем книги отправляются в библиотеку вот опять там накопилось надо будет тоже на неделе мы сходим с тещей мы таскаем сумками в библиотеку там они очень радуются что книжки у нас хорошие так или можно запланировать куда в этих шмотках пойдете исходить да совершенно верно да то есть если вы ведь такое тоже бывает увидели какую-то вещь ой какая у меня классная штучка дай-ка я надену и схожу и вот если вы готовы надеть и сходить до исходите действительно тогда окей тогда это работает вот я по поводу книг в свое время принял решение что я отныне покупаю только те книги которые я готов вот прямо сейчас начать читать я покупаю книгу и я готов прямо сейчас и вот пока буду ехать из магазина готов на открытие и начать читать вот в этом случае я книгу покупать вот и все равно все равно копится хвосты хотя хотя читаю я очень быстро в среднем книгу в день покупаю их еще быстрее так начала летом подчищать гардероб да это кайф постоянно избавлять духи себе куплю отлично так в сентябре такой подарок массаж себе сделала так как раз на прошлой неделе сходила на тот самый массаж который советует таня мужицкой кайф ну вот я вам завидую я вот в пятницу пойду так недель недавно себе пару платьев подарила именно той фирмы которую хотела телефон нужно сменить вот опять же да на нужно сменить и он висит и висит и висит вот надо сменить и а он уже в эту нокью 3210 до тычешь пальцами а все вокруг со смартфонами и вот и соответственно да ну надо сменить значит вот подарите себе на новый год или закажите себе на новый год телефон так подарков отложенных много здесь еще смотрите с подарками интересная штука что масштаб цена подарка не равна его эмоциональной составляющей знаете есть даже анекдот что вот у меня муж скряга подарил мне только одну машину да на новый год а другая подружка говорит ой а у меня и конфеты подарил и там три цветы и открытку столько подарков такой вообще щедрый в этом есть очень большой смысл потому что реально можно подарить машину один дорогой подарок да и радоваться три секунды этой машины а можно дарить себе там сегодня открыточку завтра конфеты послезавтра цветы да и каждый раз получать огромный кайф потому что дофамин будет вырабатываться одинаково более или менее так хотела в санаторий съездить массаж косметолог поездка вдвоем с мужем есть но денег на покупку пока нет если например нет денег дата чаще всего есть какой-то аналог да то есть можно что-то подарить что принесет такую же радость да то есть ну просто по и по и поискать посмотреть то есть это не не такой до песок это неважная замена овсу да то есть чаще всего мы много чего хотим данным пока не могу купить себе там не знаю дому моря да но могу например купить открытку с видом на море чаще всего радость там плюс минус более или менее одинаково откладываю поездку к моря поеду выбирают тур так подарок купить себе хороший ноутбук так покупку себе хороших часов постоянно откладывает по сути не нужны да просто хотелка такая так как раз подарок сделала вчера кулон специальный мечтаю домики в горах так каждый раз обещаю сводить себя к стоматологу так абонемент дом физкультурника удивительное дело с началом этого курса стала чаще себе делать подарки откуда-то берутся деньги на это так смотрите вы делаете себе подарки вы получаете энергию у вас появляется стимул добыть деньги на и да и деньги начинают к вам приходить то есть вы просто более здоровая циркуляция циркуляция денег в вашем организме налаживается так срочно надо купить билет на ульгу савельеву купила вебинар посетила на этих выходных так в 90-х муж муж брат подарил ведро бананов муж 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 брата или муж мин брат до сих пор помню какая счастливая было небо славян ахаха открытка смотрим такая же радости и бумба-румба небо славян иди отсюда иди гуляй забаним еще и спам нас прикольно да в бананах много серитонина это правда кстати так сходить в новый ресторан обещала себе пару месяцев назад так хорошо итак домашние задания делаем в таком формате каждый день рубин по хвосту и выполняем в таком формате сегодняшний хвост отрублен я молодец хотите пишите о том какой хвост отрублен если не хотите можете не писать конкретно какой хвост просто пишите сегодняшний хвост отрублен и обязательно себя хвалите пишите что я молодец и в конце недели обязательно подводим промежуточные итоги какие хвосты порубали сколько хвостов порубали какие подарки себе сделали и что изменилось если все понятно то так подожди как как-то у меня снова это небо славян появляется чуть я не могу вас забанит или он с этого с телефона не банится сейчас я ладно после эфира разберусь не уходи никуда небо славян сейчас я тебя забаню так очень хорошо вопросы если все понятно пишите что все понятно если есть вопросы то задайте вопросы офигенный урок все уроки шикарные но это просто в десяточку он надеюсь даст вам много энергии так приятное наблюдение с момента начала этого курса мой ежемесячный доход удвоился просто за один раз взял и удвоился круто я очень рад все друзья мои давайте до встречи через неделю спасибо и пока пока